Доброй ночи всем, кто еще смотрит телевизор. С вами Александр Жестков. Россияне не могут себе позволить ипотеку. Долги заемщиков с начала года выросли на треть. Но выход есть. Обедневшие горожане в 21 веке возвращаются в коммуналки. Новый тренд на жилищном рынке. Раньше люди мечтали выбраться из коммунальных квартир. Сейчас наоборот. Многие хотят вести совместный быт даже с посторонними людьми. Так дешевле. Вот и в столице российских коммуналок в Санкт-Петербурге стали появляться новые современные коммунальные квартиры. Здесь у нас бассейн. Здесь мы плаваем. Буквально вчера его набирали. Это коммуналка нового типа. По-современному ко-хаузинг. Жилищное сообщество. В квартире 9 человек. Каждому нет еще и 30. Все приезжие. Мария делит комнату с соседкой. Так дешевле. В месяц девушка платит чуть больше 10 тысяч. К тому же коммуналка – отличное средство от одиночества. Самая страшная конфликтная ситуация, которая была, это не ставь ты постоянно на лакированный стол свою чашку. Мне говорит постоянно соседка. Возьми подставку. Для чего она нужна? Короче, делаю три черных, три зеленых. Кому мыть пол или туалет? Говорят, что из-за таких мелочей здесь не ссорятся. Автор проекта Александр Колдыба нанял уборщицу. Да и жильцов молодой человек подбирает с особой тщательностью. Двери открыты только для коммуникабельных и бесконфликтных. Провести время у другого человека в комнате, читая книгу, либо зайти в нее – это так же логично, как и зайти на общую кухню. Такая идиллия в коммуналке – скорее исключение. Реальность же это. Нередко соседи-алкоголики до битвы каждое утро за ванную и туалет. На полке среди специй у Яны Никифоровой перцовый баллончик – средство для защиты от агрессивных соседей. Полгода назад Яна с мужем решили начать самостоятельную жизнь отдельно от родителей. Денег хватило только на 14 метров в спальном районе. Сначала просто переставали здороваться друг с другом, потом начались придирания по поводу того, что кто-то там оставил грязь на плите, и сразу начинается стучание по всем комнатам, кто не убрал, кто не убрал, и в итоге почему-то мы оставались виноватыми, хотя мы туда же даже не выходили. Из комнаты девушка старается не выходить, только по большой нужде, в прямом и переносном смысле. Даже кота пообщаться в коридор с соседскими кошками не выпускает. Яна планировала года два семейной жизни провести в коммуналке. Теперь молодые люди думают, как бы поскорее отсюда сбежать. Это ужасное зло. Я бы никому не советовала, если есть какие-то другие варианты. Комнаты сейчас самый ходовой товар на рынке городской недвижимости. Приезжие и главные покупатели. Квартира им не всегда по карману, зато можно приобрести недорогую комнату и стать петербуржцем. Ольга Сухопарова, Дмитрий Кундряков, Виктор Корецкий. Программа «Главная тема» Петербург. Коммуналки воспитали не одно поколение советских людей. Актер и режиссер Владимир Шевельков, один из знаменитых гардемаринов, с теплом вспоминает свое коммунальное детство в Ленинграде. А раз уж сегодня такой день, почему ты меня сразу из детского дома не взяла, когда я еще маленький был? Конь да путник, а ли вам не туго, Кабы впрять путни не околеть, Бездорожье одолеть не штука, А вот как дорогу одолеть? В этой комнате вместе с нами жила еще одна посторонняя женщина. Но эта женщина была не просто какая-то тетя Лиза чужая, А это была женщина, которая стала крестной моего брата. А еще в этой квартире была до капитального ремонта еще одна темная комната, В которой жила еще одна женщина, которую звали Клавдия. И это была тетя Клава, которая стала моей крестной. Поэтому коммунальная квартира, Все зависит от того, сколько страна может вложить в оккультуривание нас. Если страна не вкладывает в оккультуривание, Страшно жить и в отдельном. Многие экономисты считают, что комната в коммуналке – Это действительно выход в условиях кризиса. Лучше, чем пожизненно стать рабом у банка. Очень бы этого не хотелось, Но по одежке приходится протягивать ножки. Если мы не можем, как нация, заработать на отдельную квартиру, Придется жить в коммуналке. Если не будет реформы нашей экономики, То к этому все дело и сползет. В этом году россияне получили на треть меньше ипотечных кредитов, Чем в 2014-м. На общую сумму менее триллиона рублей. А просроченная задолженность выросла на рекордные 33%, Превысив 60 миллиардов. Это данное публиковало на днях крупное коллекторское агентство. Согласно тому же исследованию, Количество желающих оформить ипотеку сократилось в 4 раза. Похоже, эпоха, когда каждая семья была нацелена на индивидуальное жилье, Завершается. Пришло время вернуться к истокам. В царской России были доходные дома. Многоквартирные здания, построенные специально для сдачи в наем. Квартиры в них снимали как целиком, так и по комнатам. До революции жила недвижимость Москвы состояла из таких домов на 40%. В них разворачивались многие сюжеты литературной классики. Например, в доходных домах Петербурга жили и Родион Раскольников, и старуха-проценщица, которую он убил. После Октябрьской революции обитателей бывших барских квартир насильно уплотняли. К ним подселяли новых людей. Военных, рабочих, крестьян. Их приток в города усилился в годы индустриализации и голода на селе. Так появились коммуналки. Были введены нормы жилой площади в городе. Сначала 10 квадратных метров на человека, а с 2024 года только 8 метров. Если площадь превышала норму, в квартиру подселяли дополнительных жильцов. К слову, сегодня социальная норма составляет 18 квадратных метров на человека. В 20-30-е годы в коммунальных квартирах проживали более 70% городских семей Советского Союза. Массовое расселение коммуналок началось в 50-е, благодаря строительству знаменитых хрущевок. К концу 80-х в коммунальных квартирах жили лишь 6% семей. Что сегодня? Только в Санкт-Петербурге почти 90 тысяч коммунальных квартир. В Москве около 12 тысяч. И к нам присоединяется танцовщик и артист, особенно любимый зрителями, за роль сына капитана Гранта в известном фильме «Дети капитана Гранта» Руслан Курашов. Добрый вечер, Руслан Владимирович. Здравствуйте, Александр. В газетах пишут, что вас выселяют из квартиры, потому что вы не смогли выплатить кредит. Что случилось? Ситуация была тяжелейшая. У меня болел ребенок и не было средств к существованию. Мне нужно было каким-то образом выживать и содержать семью и спасать своего сына. И я был вынужден, поскольку кредитов мне не давали, я работал в коллективе в государственном, и мне не давали кредит в банке той суммы, которая мне была нужна. Я был вынужден обратиться к частному инвестору, и тот мне, естественно, не отказал, потому что залогом являлась моя собственная квартира. И с этого, собственно, начались мои беды, которые продолжаются по сегодняшний день. А насколько реально то, что вас действительно выселят из квартиры? Да все может быть, понимаете. До сих пор существует, я до сих пор выплачиваю свои долги. И плачу 50% от собственной зарплаты. И сверх того, даже больше 50%. Но постоянно чувствую давление и приставов. Если, не дай бог, все-таки это произойдет, и вам придется покинуть ваш дом, что вы будете делать? Где будете жить с семьей? Я надеюсь все-таки, что справедливость восторжествует, и у меня будет собственное жилье. Потому что, собственно говоря, уезжать куда-то нам просто некуда. Сейчас в России возвращаются коммуналки. Люди все чаще снимают или покупают только комнату в квартире, потому что больше себе просто не могут позволить. Что вы об этом думаете? Ну, а что тут думать? Что можно позволить? На то и надо жить. Многие люди, которые долгое время прожили в коммуналках и общежитиях, вспоминают о них с некоторой ностальгией. Как вы думаете, у коммуналок действительно есть какие-то плюсы или их зря романтизируют? Плюсы, может быть, только в том, что как-то люди были ближе друг к другу и общались. Может быть, в этом какие-то плюсы. Но не в том, чтобы был один туалет на всех там или прочее. Все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы семьи жили отдельно. А что бы вы посоветовали людям, которые сейчас думают о том, чтобы взять кредит в банке? Тяжелейший вопрос. Потому что бывают ситуации, когда это безвыходная ситуация, допустим, да. Но я бы никому не посоветовал ни кредитов в банке, ни частные заемы не брать. Потому что это жесточайшая кабала, которую не каждый может вынести. А как вы считаете, вообще у кого можно брать взаймы в наше время? У родственников, у друзей. Если есть такая возможность. Спасибо. А с нами был актер и танцовщик Руслан Курашов. Всего доброго, Александр. За последние пять лет только в Москве появилось больше четырех тысяч новых коммунальных квартир. Время слушать старые песни о главном. Душевный сосед с баяном, веселая суета на кухне, вечерние посиделки всей квартирой. Новое поколение, не пожившее в коммуналках, ведет коммунальный быт именно так. Однако в жизни все не так, как в песне. И у человека неподготовленного такое жилье вызывало и вызывает шок. Ваш банный день, четверг. В этот же день можно стирать белье. В 20-е сельские жители завезли в города жесткие деревенские нравы, когда стали обитателями коммунальных квартир. И даже наказание провинившимся соседям придумывали, как в деревне. А что с ним говоришь, с нехорошим человеком? На помощь! На помощь! А свет надо было тушить! Я не буржую тебе, зря электрическую энергию в жизни! Чтобы мирно уживаться, приходилось идти на ухищрения. Например, чтобы понять, к какой из семей пришел гость, придумывались позывные. К Ивановым два коротких звонка, к Сидоровым – короткий и два длинных. Заблаговолите оставить номер. Я запишу. Момент, я возьму карандаш. Диктуйте. Можно не шуметь, когда я работаю с автором? Жизнь в условиях коммуналки воспитала особую философию. И ее придерживались, даже получив отдельную квартиру. Вот и работайте. И поживите в общежитии. Я лично свое пожила в коммунальной квартире. Сейчас не те времена. Времена всегда одинаковые. Прежде чем что-то получить, нужно заслужить. Заработать. Василий Кондрашов – главная тема. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok